Лариса Матвеевна тяжело дышала. Она еле дошла до своего дома. Ей было очень жарко. Пожилая женщина с досадой подумала, что зря пошла пешком. Ей нужно было взять такси, как она делала обычно. Доковыляв до своего подъезда, Лариса Матвеевна присела на скамейку, облегченно вздохнув. Путь для нее оказался слишком тяжел. Но она ведь не такая уж и старая, чтобы уставать от пешей прогулки. Лариса Матвеевна встречала много пожилых женщин, которые ранним утром шустро бежали по своим делам и чувствовали себя прекрасно. Лариса им завидовала. Даже от короткой прогулки у нее болело все тело, ноги гудели, сердце билось так часто, как будто она пробежала кросс. И когда это я стала такой разваленной? Нужно было чаще ходить пешком и заниматься физкультурой, сказала сама себе Лариса Матвеевна. Около 20 минут пожилая женщина сидела на скамеечке. Она не хотела идти в свою квартиру. Лариса Матвеевна подумала, что уж лучше она побудет на свежем воздухе. К тому же сегодня не работал лифт. А подниматься по лестнице женщине было непросто. Лариса Матвеевна хотела отсрочить этот неприятный момент. Она посмотрела на пакет с продуктами и подумала, зачем же я набрала столько еды? И как теперь с таким тяжелым пакетом подниматься по лестнице? Пожилой женщине некому было помочь. Ее супруг умер 6 лет назад. У них не было детей. Лариса Матвеевна жила одна. Однако в последнее время женщине стало тяжело. Наверное давал о себе знать возраст, а может быть и что-то еще. Прошло еще 10 минут и Лариса Матвеевна вздохнула и решила встать. Откладывать подъем по лестнице на седьмой этаж больше некуда. Не просидит же она весь день на скамейке. Но вдруг пожилая женщина увидела свою соседку Валентину Семеновну. Лариса Матвеевна улыбнулась и вновь откинулась на спинку скамеечки. Женщина хотела дождаться Валентину Семеновну. Подниматься на седьмой этаж вдвоем все же веселее. Соседка шагала очень бодро. Лариса Матвеевна завидовала ей, так быстро и легко она шла. Женщины были одного возраста. Однако Валентина Семеновна была гораздо более бодрой, чем Лариса Матвеевна. Женщины дружили уже 35 лет. Сначала в этом доме поселилась Лариса Матвеевна и ее супруг. А через два месяца на одной лестничной площадке с ними поселилась Валентина Семеновна. Женщины стали подругами. У Валентины Семеновны муж умер 8 лет назад. Лариса Матвеевна как могла поддерживала соседку после смерти ее супруга. Валентина Семеновна была ей очень благодарна. Однако у соседки, в отличие от Ларисы Матвеевны, была дочь и внуки, которые о ней не забывали. Лариса Матвеевна печально думала, что когда ее не станет, на ее могилу даже никто не придет. Валентина Семеновна подошла к подъезду и увидела подругу. «Лариса, привет. А ты чего сидишь?» «Привет, Валя. Дышу свежим воздухом». «Правильно. Тебе следует больше гулять», – весело сказала Валентина Семеновна. «Так-то оно так, только ноги меня не слушаются. Еле до магазина и обратно сходила. Продуктов купила. Сижу теперь отдыхаю. Ты сильно торопишься. Может, посидишь со мной?» Сказала Лариса Матвеевна. Валентина Семеновна одобрительно села рядом с соседкой. «Могу посидеть минут десять, а потом пойду. Буду пирожки с капустой готовить. Заходи ко мне вечерком. Приедет дочка и внуки. Посидим, пообщаемся». Лариса Матвеевна отрицательно покачала головой. «Нет, Валь, зачем я пойду? Дочка и внуки к тебе приедут. Причем здесь я, чужая пожилая тетка». Валентина Семеновна шутливо хлопнула подругу по плечу. «Какая же ты зануда, Лариса. Я еще в молодости знала, что ты станешь сварливой бабкой. И Григорию говорила, что непросто ему будет с тобой в старости. Вот только не дожил он до старости, бедный». Если бы посторонний человек услышал слова Валентины Семеновны, он бы подумал, что женщина хочет обидеть свою подругу. Однако в действительности все было не так. Соседки так шутили между собой. Валентина Семеновна нередко говорила Ларисе Матвеевне, что та своим сварливым характером свела супруга в могилу. Когда умер муж Валентины Семеновны, Лариса Матвеевна часто подкалывала соседку, чтобы та не грустила. А после смерти супруга Ларисы Матвеевны настало время Валентины Семеновны. И женщина не упускала шанс подшутить над своей подругой. Лариса Матвеевна посмотрела на соседку и сказала, «Ты у меня дошутишься, Валя. Я когда-нибудь не выдержу, да как дам сумкой тебе по голове. А ты ведь знаешь, в какое время мы живем. У всех есть телефоны. Люди нас снимают на камеру все подряд. Вот кто-нибудь снимет нас, да и выложит в интернет нашу драку. Вот люди будут смеяться над тем, как две старухи что-то между собой не поделили. Ты этого хочешь? Если не хочешь, то прекращай так шутить». Валентина Семеновна рассмеялась, а затем взяла соседку за руку и сказала, «Никто не понимает меня лучше, чем ты, Лариса. Извини меня, я больше так не буду». Лариса Матвеевна ничего не сказала, а только улыбнулась. Соседки посидели пару минут в молчании, но между ними не было напряжения. Подруги могли ничего не говорить, но в этом молчании не было неловкости. Обе женщины в свое время пережили потерю мужей, но они справились с трагедией и теперь очень ценили свою дружбу. Сколько они еще проживут на этом свете? Этого никто не знал. Подруги радовались каждому прожитому дню. «В моем доме всегда тебе рады, так что приходи обязательно», сказала Валентина Семеновна. Лариса Матвеевна с благодарностью взглянула на подругу. «Я знаю, Валя, но вечером я не могу прийти, у меня дела». «Какие такие дела, старая ты перечница? Нет у тебя никаких дел, ты все выдумываешь», возмутилась Валентина Семеновна. Лариса Матвеевна молчала. Что она могла ответить своей соседке? Что завидовала, что у подруги есть родственники, которые ее любят, заботятся о ней и приезжают к ней? А у Ларисы Матвеевны никого не было. Лариса и Григорий поженились, когда они были еще совсем молодыми. Девушка сразу же влюбилась в Григория. Это был высокий молодой человек со светлыми густыми волосами и голубыми глазами. Когда Лариса познакомилась с ним поближе, она поняла, что Григорий не только красив, но еще и умен. У него была куча разных идей. Он планировал жизнь на годы вперед. Лариса верила всему, что говорил Григорий. Когда человек так сильно хочет добиться успеха, у него обязательно все получится. Молодой человек предложил Ларисе выйти за него замуж. Девушка сразу же согласилась. Она хотела всю жизнь прожить с этим человеком. Молодые люди сыграли свадьбу. Григорий обо всем ждал успех, за что бы он ни брался. Через семь лет после свадьбы Лариса и Григорий стали обеспеченными людьми. Они купили большую трехкомнатную квартиру, загородный дом и автомобиль. Лариса забеременела. Как-то получилось, что после свадьбы супруги не обсуждали вопрос рождения детей. У них было очень много дел. Они несколько раз меняли место жительства. Лариса думала, что в такой обстановке рожать ребенка неразумно. Родственники и друзья стали интересоваться, думают ли Григорий и Лариса о рождении детей. Супруги поначалу отшучивались, а затем стали игнорировать этот вопрос. Когда в 29 лет Лариса узнала, что она беременна, она растерялась, так как не была готова к этому. Григорию нужно было уехать в командировку на 4 месяца. Мужчина не хотел уезжать без супруги, а Лариса не желала ехать в другой город беременной. Она с мужем обсудила эту ситуацию, и супруги приняли решение. У Григория было много полезных связей. Врачи подделали какие-то документы, и Ларисе назначили аборт. Якобы для этого были медицинские показания. Операция была сделана. Лариса и Григорий собрали свои вещи и поехали в другой город. Тогда они еще не знали, что аборт будет иметь трагические последствия. Во время операции Ларисе что-то повредили. Результатом этого стало бесплодие. Женщина узнала об этом только тогда, когда они с мужем захотели завести ребенка. В то время Ларисе было уже 34 года. Супруги около года пытались зачать ребенка, но у них ничего не выходило. Тогда женщина пошла в больницу. Врач назначил ей обследование, по результатам которого Ларисе поставили диагноз. Оказалось, что женщина никогда и не сможет родить ребенка. Женщине было очень больно и обидно, но она не могла ничего изменить. Если бы можно было вернуться в прошлое, Лариса ни за что бы не стала делать аборт. Но что сделано, то сделано. Супруги смирились с тем, что у них никогда не будет детей. Лариса и Григорий решили, что будут жить в свое удовольствие и на полную катушку. Супруги путешествовали по миру, отдыхали в санаториях, покупали дорогие вещи. Когда они были еще молоды, переживание из-за отсутствия детей было не таким мучительным. Но когда возраст Ларисы достиг 50 лет, она стала горько сожалеть об аборте. У большинства друзей уже родились внуки, а Лариса и Григорий жили вдвоем. Женщина с досадой размышляла о том, почему они не взяли ребенка из детского дома, когда были еще молоды. Лариса Матвеевна завидовала своей подруге Валентине Семеновне. У нее была дочь и трое внуков. Они часто приезжали к своей родственнице. Их встречи всегда были бурными и радостными. Валентина Семеновна делилась с Ларисой Матвеевной событиями из жизни своих внуков. О Ларисе нечего было поведать своей подруге, потому что она была одна. Ее никто не навещал. «Лариса, что-то я засиделась с тобой. У меня много дел. Ты прости, мне нужно идти. Я уже не такая шустрая, как раньше. Мне нужно успеть приготовить пирожки. Побегу домой. А ты еще посидишь или пойдем вместе?» Спросила Валентина Семеновна. Лариса Матвеевна встрепенулась и ответила. «Нет, я уже насиделась. Давай подниматься. Что же это делается? Олив так часто ломается. И как пожилым людям подниматься на верхние этажи? Не причитай, Лариса. Мы не такие уж и старые. Зато разминка будет...» «Ну да. После такой разминки я потом сутки буду лежать в постели», – проворчала Лариса Матвеевна, вставая со скамейки. Нужно сказать, что разговор с Валентиной Семеновной придал ей сил. Лариса Матвеевна старалась не отставать от своей соседки. Пожилая женщина думала, что ей будет намного тяжелее подняться на седьмой этаж. Лариса Матвеевна облегченно вздохнула. Наконец-то поднялись. «Ну, молодцы. Ну, иди готовь свои пирожки с капустой. А у меня свои дела». «Так ты придешь сегодня вечером?» – спросила Валентина Семеновна. Лариса Матвеевна постаралась улыбнуться. «Я же тебе сказал, что у меня дела». «Ну, ладно, так и быть. Скажу, какие. Вечером будут показывать мой любимый фильм, сразу две серии. Не хочу его пропустить. Ладно, пока». Подруги разошлись по своим квартирам. Когда Лариса Матвеевна вошла в свою квартиру и закрыла дверь, она вздохнула. «Ну, почему лифт так часто ломается? Больше такого подъема на седьмой этаж она не вынесет. Завтра с утра у нее будут болеть суставы». Лариса Матвеевна положила продукты в холодильник, а затем прибралась в квартире. На уборку ушло около полутора часов. Лариса Матвеевна была частюлей. У нее всегда, каждая вещь лежала на своем месте. Закончив уборку, женщина присела на стол в кухне и задумалась. Она сказала подруге, что будет смотреть фильм, но она соврала. Дел у нее никаких не было, она была свободна. Лариса Матвеевна не знала, чем заняться. Пока Валентина будет общаться со своими близкими, Лариса будет умирать от скуки. Женщина почувствовала, что у нее защипали глаза, как будто в них что-то попало. Лариса Матвеевна дотурнулась до щеки и поняла, что она влажная. Пожилая женщина не заметила, что по ее щекам текут слезы. Лариса Матвеевна вздохнула и взглянула на стену, на которой висели фотографии ее и Григория Сергеевича. Среди снимков была фотография, на которой была изображена мать Ларисы и ее сестра Вера Анатольевна. У Веры была дочка Оксана, она приходилась двоюродной сестрой Ларисе Матвеевне. У Оксаны были дети Лена и Максим, которые приходились Ларисе внучатыми племянниками. Вот и все родственники, которые остались у пожилой женщины. Только они не общались с Ларисой Матвеевной. Много лет назад Оксана часто приезжала к Ларисе, а затем она вышла замуж и родила детей. После этого Оксана еще пару раз приезжала к Ларисе и Григорию всем семейством, с детьми и мужем. Квартира была просторная, места всем хватало. Лариса всегда была рада, когда приезжала Оксана со своими детьми. Лариса любила с ними возиться, дарила племянникам дорогие подарки. Конечно, Оксане это нравилось. Лариса прекрасно понимала, что ее родственница пользуется ее щедростью. Но она старалась не думать об этом. Главное, что племянники к ней приезжали. Лариса решила, что напишет завещание в их пользу. Однако через некоторое время Оксана перестала к ней приезжать. Двоюродная сестра развелась со своим супругом и сошлась с другим мужчиной. Он был богатым человеком. Оксане не нужно было больше приезжать к своей богатенькой двоюродной сестре. Она занималась своей личной жизнью. Но вскоре Оксана разошлась со своим мужчиной. После этого Оксана снова стала приезжать к Ларисе. Она жаловалась двоюродной сестре на свою тяжелую жизнь. Рассказывала, как ей не просто одно из детьми, так как ее бывший муж им не помогает. Ларисе было жалко своих родственников, и она несколько раз давала деньги Оксане. После таких щедрых подарков, двоюродная сестра надолго пропадала. Племянники Лена и Максим выросли и перестали навещать свою тетю. Оксана больше не звонила. На похороны Григория она и вовсе не приехала. Оксана сказала, что у нее есть неотложенные дела, а Лена и Максим были на море. После кончины Григория Лариса Матвеевна и не видела Оксану и племянников. Они даже ни разу ей не позвонили. Лариса всегда поздравляла их с днем рождения и всеми праздниками, а они даже забывали о ее дне рождения. Однако Лариса Матвеевна не держала обиды на Оксану и племянников. Они жили своей жизнью, у них были свои дела и заботы. Но сейчас Лариса Матвеевна сильно загрустила. Ей было невыносимо находиться в этой пустой квартире. Пожилой женщине хотелось пойти в гости к Валентине, поговорить с ней и ее родственниками, зарядиться их радостью. Однако Лариса Матвеевна прекрасно осознавала, что в квартире соседки она будет лишней. Женщина пошла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Хотя подниматься на седьмой этаж было нелегко, когда лифт не работал, Лариса Матвеевна была рада, что ее квартира расположена так высоко. Когда пожилая женщина выходила на свой балкон, ей казалось, что она птица и может полететь куда угодно, и что в ее жизни все хорошо. Лариса Матвеевна пробыла на балконе дольше обычного. Дул сильный ветер, на улице похолодало, а пожилая женщина вышла в одном легком халате. Но она не хотела уходить с балкона. Ей так легко дышалось свежим воздухом. Лариса Матвеевна вошла в квартиру спустя 20 минут. Был сентябрь. Днем стояла теплая погода, как летом. Однако к вечеру температура воздуха сильно падала. Женщина закрыла балкон и поежилась. «Что-то я замерзла. Нужно попить чаю, дай спать ложиться», сказала Лариса Матвеевна сама себе. На следующий день пожилая женщина заболела. Ей было очень жарко. Во второй половине дня Лариса Матвеевна поняла, что у нее температура. Женщина достала замороженную клюкву и сварила себе морс. Есть она и вовсе не хотела. Лариса Матвеевна легла спать в 8 часов вечера, но уснуть она не могла. Ее бросало то в жар, то в холод. Утром женщина поняла, что температура поднялась еще выше. У нее начался озноб. Лариса Матвеевна редко болела простудными заболеваниями, поэтому не сразу даже вспомнила, где лежит градусник. Давно она им не пользовалась. Когда женщина померила температуру, она испугалась. На градуснике было 38,5. Лариса Матвеевна растерялась. Она не знала, как лучше поступить, идти в аптеку или остаться дома. Но у нее не было никаких лекарств. Может, стоит вызвать доктора? Но у Ларисы Матвеевны не было номера поликлиники. Последний раз ей пришлось туда обратиться, когда болел Григорий. После этого она ни разу не вызывала врача на дом. При простуде лечилась народными средствами. Лариса Матвеевна позвонила подруге. Валюша, здравствуй. Продиктуй мне номер телефона поликлиники. Я хочу вызвать доктора. Ты заболела? С тревогой спросила Валентина Семеновна. Да, у меня поднялась температура. Я сейчас к тебе приду. Открой мне дверь. Валя, я не хочу, чтобы ты от меня заразилась. Просто продиктуй мне номер телефона поликлиники. Я сама позвоню. Ничего не хочу слышать. Открывай мне дверь. И Валентина Семеновна положила трубку. Вскоре подруга уже была в квартире Ларисы Матвеевны. Она нахмурила брови, посмотрев на соседку, и стала ее ругать. Ты почему молчала, что заболела? И когда ты успела? Два дня назад мы с тобой встречались, и ты себя чувствовала хорошо. Тот день я и заболела. Вышла на балкон в халате. Немного постояла, но был холодный ветер. Наверное, меня и продуло. Немного постояла? Что-то мне не верится, что тебя продуло за несколько минут, сказала Валентина Семеновна. Ну, может быть, минут двадцать я пробыла на балконе. Что теперь говорить об этом? Что ты принимала? Поинтересовалась Валентина. Ничего, пила, клюквенный морс. У меня дома нет лекарств. Я уже давно не простужалась, ты же знаешь. Но сейчас без лечения не обойтись? Я хочу вызвать врача на дом. У меня болит грудь и кашель начался. Может быть, назначат антибиотики? Валентина Семеновна еще немного поругала соседку, сказав, что та безответственно относится к своему здоровью. Затем она позвонила в поликлинику и вызвала врача. Потом женщина принесла лекарства, которые у нее были. Но Лариса Матвеевна решила ничего не принимать до прихода врача. Доктор пришел через два часа. Он порасслушал легкие и сказал, что присутствуют хрипы. Назначил таблетки, витамины и сироп. Он сказал, чтобы Лариса Матвеевна пришла на осмотр в поликлинику через пять дней. Валентина Семеновна купила прописанные лекарства и принесла соседке. Лариса Матвеевна стала лечиться. Она считала, что все не так уж серьезно. Но лечение пожилой женщине не помогало. Спустя три дня она кашляла уже почти без остановки. Температура держалась в пределах 37,3-37,7 градусов. Лариса Матвеевна ее не сбивала. Подруга Валя сказала, что организм должен бороться самостоятельно. Спустя еще один день Лариса Матвеевна перестала вставать с кровати, так как у нее появилась сильная одышка. Валентина Семеновна пришла навестить соседку и ахнула. — Послушай, Лариса, тебе срочно нужно в больницу. — Ни за что. Григория положили в больницу, а он оттуда не вышел. Надо снова вызвать врача, чтобы он прописал мне другие лекарства, раз эти не помогают. Валентина Семеновна снова позвонила в поликлинику и вызвала врача. Доктор послушал Ларису Матвеевну и сказал, что ей нужно ложиться в стационар. Но пожилая женщина категорически отказалась. Тогда врач сказал, что ей нужно будет ставить капельницы. И написал ей номер телефона медсестры, которая приходила на дом к пациентам и за деньги оказывала такую услугу. Когда он ушел, Валентина Семеновна сказала подруге. — Послушай, Лариса, ведь твоя двоюродная сестра работала в больнице. — Позвони ей, пусть она тебе поставит капельницы. Все-таки родной человек, тебе будет веселее. Однако Лариса Матвеевна отказалась. — А зачем я буду ее беспокоить? У нее много своих дел. Оксана и сама уже не молода. Для чего я буду ее дергать? Вылечусь сама. Позвоню медсестре и обо всем с ней договорюсь. Валентина Семеновна сказала. — Лариса, ты ведь целыми днями одна. Пусть твоя двоюродная сестра тебя проведает. Тебе нужна помощь, да и общение тоже. Так ты быстрее выздоровеешь. Человеку, который болеет, противопоказано находиться одному. — Нет, Валь, звонить я не стану. Давай закроем эту тему. Не раздражай меня, мне и так плохо. Однако Валентина Семеновна все-таки позвонила Оксане. Она нашла ее номер в телефоне Ларисы. Женщина догадывалась, почему ее подруга не хочет звонить своей родственнице. Валентина не видела, чтобы родные навещали Ларису Матвеевну. Наверное, они не хотели с ней встречаться, поэтому пожилая женщина и не желала им звонить. Валентина Семеновна рассказала Оксане о состоянии ее двоюродной сестры. Та начала причитать «ахать» и «охать». Валентина Семеновна решила немного приукрасить ситуацию. Она сказала Оксане, что ее двоюродная сестра чувствует себя настолько плохо, что даже иногда бредит. Когда Оксана об этом узнала, то пообещала Валентине Семеновне, что приедет завтра же. Валентина не стала ни о чем рассказывать Ларисе. Она подумала, что пусть это будет для соседки сюрпризом. Женщина пребывала в уверенности, что Лариса очень обрадуется приезду двоюродной сестры. Оксана на самом деле приехала к Ларисе Матвеевне на следующий день. С ней были ее дети – Лена и Максим. Уже после проведения одной капельницы, пожалуй, женщине стало лучше. Она встала с кровати, чтобы посмотреть, кто это звонит ей в дверь. Когда она увидела в глазок Оксану и племянников, она очень удивилась. «Что вы здесь делаете?» – спросила она, находясь в полнейшем шоке. Оксана широко улыбнулась и вошла в комнату вместе с Максимом и Леной. Племянники стали обнимать тетю. «Вот, решили тебя проведать. Мы, кажется, не приезжали к тебе пару лет. А сейчас у нас появилось свободное время. Мы решили немножко у тебя погостить», – сказала Оксана, осматривая квартиру. «Тетя Лариса, мы так по тебе соскучились, мы так давно не виделись. Нам так хочется с тобой поговорить, послушать твои рассказы о том, как вы путешествовали с дядей Гришей», – радостно говорила Лена. «Да, тетя Лариса, нам так нравилось слушать про ваши путешествия», – сказал Максим, но он не был таким радостным, как Лена. Лариса Матвеевна с растерянностью смотрела на своих родственников. «Почему они приехали к ней через столько лет?» «Все это очень подозрительно». Лариса Матвеевна посмотрела на Оксану и сказала, «Вообще-то вы не приезжали ко мне лет шесть точно». «Правда? А вот мне кажется, что я была у тебя совсем недавно», – с наивным видом произнесла Оксана, хлопая глазами. Это было очень нелепо, так как ей уже было больше пятидесяти лет. «Вы даже не приехали, когда умер Григорий. Оксана, признавайся, зачем вы ко мне заявились?» – спросила Лариса Матвеевна. «Было видно, что Оксана растерялась». Она сказала, «Мы планировали приехать к тебе в ближайшее время, но тут еще позвонила твоя знакомая Валентина. Она мне рассказала, что ты болеешь, поэтому мы решили к тебе тут же приехать. Я понимаю, что тебе одной тоскливо. Я захотела тебе помочь. Максим и Лена меня поддержали и тоже предложили свою помощь. Вот я и взяла их с собой». Лариса Матвеевна посмотрела на своих племянников. Они не были такими воодушевленными, как их мать, хотя и пытались это скрыть. «Тетя Лариса, мы очень по тебе соскучились и хотели бы тебе помочь», – сказала Лена. Лариса Матвеевна еще не успела сообразить, как Оксана воскликнула. «Вот и хорошо. Давайте отметим долгожданную встречу. Максим, иди в машину, забери наши вещи и не забудь бутылку вина. Выпьем по бокалу за встречу». Лариса Матвеевна с растерянностью смотрела на двоюродную сестру и племянников. Она нервничала. Их приезд был таким неожиданным. Пожилая женщина легла в кровать. Шум, который образовался после появления родственников, ее сильно утомил. Оксана и дети пошли на кухню, чтобы выпить вина. Ларису Матвеевну они с собой даже не позвали, но пожилая женщина и так бы не стала выпивать. Минут через сорок Оксана подошла к Ларисе Матвеевне и сказала. «Лариса, как твое самочувствие? Когда у тебя был врач? Ой, сколько на твоей тумбочке разных лекарств. Пожилому человеку нельзя принимать их в таком количестве. Это же так вредно для печени. Может, следует обратиться к другому врачу, который не станет прописывать столько химии?» Оксана болтала без умолку. Лариса Матвеевна не могла и слово вставить. Оксана хотела лечить родственницу альтернативными методами. Она взяла с собой какой-то прибор для физиотерапии и уверяла Ларису Матвеевну, что им можно вылечить любую болезнь. А от капельниц и таблеток следует отказаться. На самом деле пожилая женщина обрадовалась приезду двоюродной сестры и племянников. Как долго она не слышала у себя в квартире столько разных звуков. Родственники все время крутились возле Ларисы Матвеевны. Медсестра, которая оставила ей капельницы, приходить перестала, так как Оксана заявила, что это лишнее. Она начала лечить двоюродную сестру своими средствами. Оксана заваривала какие-то травы, давала Ларисе Матвеевне гомеопатические средства для стимуляции иммунитета. Сначала Лариса Матвеевна не ощущала значительных изменений в своем самочувствии. Но вдруг ее состояние начало ухудшаться. Через восемь дней после приезда двоюродной сестры и племянников, пожилая женщина почувствовала себя хуже. Ей стало тяжело дышать. Лариса Матвеевна подозревала, что бронхит перерос в пневмонию. «Оксана, мне совсем плохо. Мне нужно было послушать врача и ложиться в больницу. Дома мне легче не становится», сказала пожилая женщина, мучаясь от дикого кашля и одышки. Но двоюродная сестра бодро сказала, «Лариса, не придумывай. С тобой все хорошо, это временно. Перед улучшением люди обычно чувствуют себя плохо, но потом им становится лучше. Я знаю, что мои методы лечения тебе помогут. Просто до этого ты выпила много лекарств. А одышка у тебя из-за того, что ты мало двигаешься. Тебе необходимо чаще вставать и заниматься дыхательной гимнастикой. Ты поправишься. Потерпи немного». Лариса Матвеевна не согласилась с мнением Оксаны. «Я даже не могу подняться. Я умоляю, вызови скорую помощь, чтобы меня забрали в больницу. Твои методы лечения мне не помогают. Разве ты не понимаешь?» Лариса Матвеевна не могла долго разговаривать. Она была очень слаба. Однако Оксана не соглашалась и стояла на своем. Она позвонила в скорую только тогда, когда Лариса Матвеевна потеряла сознание. Перед этим пожилая женщина увидела лицо своей родственницы. И оно ее довело до ужаса. Больше она ничего не помнила, так как провалилась в темноту. Лариса Матвеевна бродила в каком-то темном тоннеле, пытаясь найти из него выход. Но у нее это не получалось. Пожилая женщина хотела закричать, но не могла вымолвить ни звука. Она только беззвучно открывала рот. Ларисе Матвеевне казалось, что она идет уже очень давно. Она не ощущала ни усталости, ни голода. Казалось, что все ее чувства просто испарились. Пожилая женщина шла то в одну сторону, то разворачивалась и двигалась в другую. И вдруг она увидела полоску света. Лариса Матвеевна хотела бежать к ней, но ее ноги не слушались. Женщине вдруг стало очень тяжело идти, как будто к ее ногам привязали булыжники. Однако Лариса Матвеевна прикладывала все силы, чтобы двигаться в сторону источника света. Каждый шаг давался ей с огромным трудом. Но пожилая женщина продолжала медленно двигаться к свету. Вдруг полоска света стала увеличиваться в размере. Внезапно свет стал очень ярким. Лариса Матвеевна прищурилась, но глаза не закрыла. Она боялась, что снова попадет в темноту. Затем женщина услышала какие-то громкие и неприятные звуки. Она закрыла уши руками. А потом Лариса Матвеевна почувствовала, что земля начинает утекать из-под ног. Пожилая женщина лежала на твердой поверхности, закрыв глаза. Она не могла ничего сказать. Вдруг она ощутила жажду. Лариса Матвеевна хотела попросить, чтобы ей принесли попить, но ее язык не шевелился. Женщина лежала без движения. В ее ушах стоял сильный гул, но постепенно он становился все тише и тише. Затем Лариса Матвеевна услышала голоса. Они были ей знакомы, но пожилая женщина не могла вспомнить, кому они принадлежат. Голоса становились все громче. Ларисе Матвеевне хотелось сказать, чтобы люди говорили тише. В голове женщины был лишь туман, и она не понимала, что с ней происходит. Но постепенно туман стал рассеиваться. И Лариса Матвеевна вспомнила события последних дней. Когда скорая забрала пожилую женщину в больницу, выяснилось, что у нее воспаление легких. У Ларисы Матвеевны началась дыхательная недостаточность, поэтому она и потеряла сознание. Женщину положили в реанимацию. Раньше Лариса Матвеевна думала, что сюда не допускают родственников. Однако, когда она приходила в сознание, то часто видела Оксану, Максима и Лену. Женщина поняла, кому принадлежали голоса, которые она слышала рядом с собой. Ее племянникам. Однако, третий голос был для нее незнаком. Лариса Матвеевна не могла разговаривать, она просто лежала и слушала. Лена стояла с недовольным лицом, сложив руки на груди и смотрела на доктора. Максим стоял рядом и был более спокоен, как настоящий мужчина. «Вы должны понимать, что если все раскроется, меня могут не только уволить, но и дать срок», – сказал доктор. Лена ответила. «Ну что вы говорите, Олег Борисович? Вы же прекрасно понимаете, что никто ничего не узнает. Мы же с братом не станем рассказывать об этом каждому встречному. Мы же не идиоты». Доктор недовольно посмотрел на Лену. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но в разговор вмешался Максим. Он взял руку сестры и сжал ее, чтобы она поняла, что перегибает палку. Затем он посмотрел на доктора и улыбнулся. «Олег Борисович, извините мою сестру, просто эта ситуация нас вымотала. Вы же прекрасно понимаете, как мы устали от выхода к нашей тете. Если бы вы все узнали, вы были бы шокированы. Наша тетя вытворяла страшные вещи, она просто сумасшедшая. Так как она никогда не обращалась в больницу, официального диагноза нет. Просто эта женщина скрывала свое настоящее лицо при посторонних людях, а с нами была сама собой. Она вела себя просто ужасно. Вы представить себе не можете, что она делала. И вот теперь приключилась эта болезнь. Она намеренно над нами издевается. Мы хотим, чтобы все это закончилось. Наша мама выбилась из сил. Она уже несколько месяцев страдает бессонницей. Мы не желаем, чтобы наша тетя снова начала нас терроризировать. Моя сестра так резко высказывается, потому что она устала от всей этой ситуации. Только я еще пытаюсь сохранять спокойствие. А как по-другому? Ведь мне нужно поддерживать свою сестру и маму. Лицо врача смягчилось, и он сказал. «Я вас прекрасно понимаю, Максим. Мне известно, как это бывает. Я досматриваю свою прабабушку, чего она только не вытворяла. Поэтому я хорошо знаю, на что способен человек с деменцией. Однако вы просите у меня то, что я не могу сделать. Мне очень хотелось бы вам помочь, но я не могу это сделать. Это серьезный риск для меня». Максим слегка улыбнулся и тихо сказал. «Мы перед вами не останемся в долгу и компенсируем все риски. Мы же не требуем, чтобы вы своими руками совершили убийство этой женщины. Она просто не должна больше прийти в сознание. Ведь это не так уж и сложно. Вы же понимаете, что можно ей вколоть, где-то увеличить дозу лекарства, а где-то, может быть, уменьшить. Я думаю, что для такого хорошего специалиста, как вы, это будет нетрудно. Нам важен конечный результат, а как вы это сделаете, нас не волнует. Вы лучше знаете, как все организовать». Доктор тут же заерзал, когда услышал о вознаграждении. Его глаза заблестели. «Ну, не знаю, уместно ли это обсуждать», задумчиво сказал врач. «Конечно, уместно, если вознаграждение за ваши труды будет достойным. Разве вы так не думаете? Давайте обсудим все в вашем кабинете», тихо сказал Максим. Молодые люди нашли подходящего сообщника. «Жадность Олега Борисовича была немаленькой. Он давно уже хотел приобрести гараж для своей машины. А эти ребята предлагали ему деньги. Если эта несчастная старуха все равно умрет, так почему бы Олегу Борисовичу не ускорить этот процесс? Он может сделать все, как нужно. Никто ничего не заподозрит». Старуха была в тяжелом состоянии. Если она не придет в себя, никто не будет удивлен, а он получит так необходимые ему деньги. Олег Борисович решил, что он поможет этим молодым людям. И врач уже даже знал, как он это сделает. Но необходимо было узнать, какую сумму они готовы заплатить. «Вы хотели узнать о состоянии вашей родственницы? Я сожалею, но все очень плохо. У нее тяжелое состояние. Скорее всего, она не сможет выкарабкаться, будьте готовы, что дней через пять ее состояние значительно ухудшится. Тогда мы будем бессильны что-либо сделать. Пойдемте в мой кабинет, я расскажу все более подробно. Нам нужно обсудить кое-какие детали. Лечение. Давайте обсудим это прямо сейчас. Откладывать это не стоит. Или же вы зайдете ко мне потом?» Эти слова были сказаны так, что Максим и Лена поняли, что Олег Борисович решился исполнить их план. А в кабинет он их зовет для того, чтобы обговорить стоимость его услуги. Лена обрадовалась и улыбнулась. Максим это заметил и толкнул ее в бок. Девушка сразу же пришла в себя и сделала печальный вид, опустив глаза. «Это так грустно, Олег Борисович». «Да, давайте пройдем в ваш кабинет и обсудим тактику лечения. Не будем это откладывать». Максим, Лена и доктор вышли из палаты. Прошло несколько минут, а Лариса Матвеевна лежала с закрытыми глазами. Женщина поняла по своему состоянию, что, скорее всего, ей делали успокаивающие и снотворные уколы. Спустя некоторое время Лариса Матвеевна смогла пошевелить руками. Пожилая женщина открыла глаза. В палате она лежала совсем одна. В ее руку был вставлен катетер, заклеенный пластырем, а также были подключены разные устройства. Руки Ларисы Матвеевны были привязаны, чтобы она, придя в себя, ими не шевелила. Туман в голове пожилой женщины рассеялся, и она могла ясно соображать. Лариса Матвеевна с ужасом поняла, что ее двоюродная сестра и племянники были страшными людьми. Они задумали ее убить, чтобы от нее избавиться. Как же так, ведь Лариса Матвеевна столько раз помогала Оксане, а она вместе с Максимой и Леной задумала такое страшное преступление. У пожилой женщины не укладывалось в голове, что ее родственники хотят ее убить. Лариса Матвеевна понимала, почему они решились на это. Она была состоятельной женщиной. У Ларисы Матвеевны была просторная квартира с шикарным ремонтом в самом центре города, большая дача, автомобиль, который стоял в гараже, и еще приличный счет в банке. Григорий и Лариса заработали достаточно денег для обеспеченной старости. Лариса Матвеевна жила обычной жизнью. Ходила в обычные супермаркеты, чтобы купить простые продукты. Дорогих нарядов она не приобретала. Единственная роскошь, которую она себе позволяла, были поездки на такси. Здесь она не экономила, так как не хотела ездить на автобусах и троллейбусах. Лариса Матвеевна жила на одну пенсию и не снимала средства со счета. Оксана и племянники прекрасно знали, что Лариса и Григорий – довольно обеспеченные люди. Григорий даже когда-то сам говорил Оксане, что сделал все для того, чтобы его супруга ни в чем не знала нужды, если он умрет раньше нее. А Лариса говорила двоюродной сестре, что все достанется Оксане, Максиму и Лене, когда она и Григорий уйдут из жизни. И вот теперь женщине не терпелось получить все, чем владела Лариса Матвеевна. Оксана знала, что родственников у Ларисы больше нет, и она с детьми – прямые наследники имущества сестры. Лариса Матвеевна вдруг поняла, почему Оксана и племянники к ней не приезжали. Наверняка они думали, что Лариса зачахнет от одиночества после кончины Григория. Но после смерти супруга женщина продолжала жить полной жизнью. И вот терпение Оксаны и племянников закончилось. Они хотели завладеть имуществом Ларисы Матвеевны, поэтому и задумали такое страшное преступление. Пожилая женщина поняла, почему Оксана отговаривала ее лечиться традиционными средствами и запретила ей ставить капельницы. Двоюродная сестра просто желала ускорить ее кончину. Только ее хитрость не принесла того результата, которого она ожидала. Организм Ларисы Матвеевны оказался достаточно сильным, и она смогла выкарабкаться после чудовищного отношения со стороны родственников. Когда они поняли, что их пожилая женщина может встать на ноги, они изменили свои планы. Родственники решили подкупить врача, чтобы он помог им избавиться от Ларисы Матвеевны. Оксана и племянники вначале, конечно же, будут притворяться, что они скорбят, но потом быстро приберут все к рукам. Пожилую женщину удивляло, что Оксана не осознает, что Максим и Лена могут поступить с ней так же, как и с Ларисой Матвеевной. Женщина лежала и лихорадочно размышляла, как она может спастись. Но она с ужасом понимала, что не в состоянии что-либо сделать. Она такая немощная, и помочь ей некому. Нужно было позвонить Валентине, но ей не разрешат это сделать. Лариса Матвеевна обреченно думала, что умрет, так как не имеет возможности защититься. Наверняка в реанимацию пускают только родственников. У нее даже нет возможности кому-то сообщить о том, что ее хотят лишить жизни. Неужели это конец? Но Лариса Матвеевна хотела жить. Только бы выйти из больницы, и тогда она оставит все свое наследство храму или отдаст на благотворительность. Как же быть? Как спасти свою жизнь? Помочь Ларисе Матвеевне могло только чудо. Марина с усталостью зевнула. Ее дежурство подошло к концу, но она взяла еще дополнительные часы. А что ей оставалось делать? Денег не хватало, поэтому она работала сверхурочно. Молодая женщина была благодарна начальству, что ей пошли навстречу и разрешали брать дополнительные часы. Марину жалели. Слишком много страданий ей пришлось перенести за свою жизнь. И впереди ее не ожидала ничего хорошего. Чтобы выжить, молодой женщине нужно было работать сверхурочно. Марина допила чай и поставила кружку на тумбочку. Чувствовала она себя очень уставшей, и даже крепкий чай ее не взбодрил. Взгляд у молодой женщины был потухший. Со стороны могло показаться, что в ней нет жизни. Как будто это была только оболочка, а внутри нее пусто и нет души. Однако это было совсем не так. Душа у Марины, конечно же, была, вот только в нее уж очень много разгадили. Молодая женщина от всех закрылась и больше никому не доверяла. Марина посмотрела на часы. Она могла отдохнуть 15 минут, просто посидеть в тишине. Иногда даже это было непозволительной роскошью. Марина села на стул и прикрыла глаза. С самого детства ей пришлось не сладко. Мама тяжело ее рожала. Доктора опасались, что ребенок не выживет. Но Марина выжила. Однако здоровье мамы было подорвано. После родов она не смогла полностью восстановиться. На работу мама больше не вышла. Работал только отец. Он старался обеспечить всю семью. Мужчине было тяжело. Он работал сварщиком на заводе. Зарплата у него была небольшая. Мама Марины умерла, когда девочке было 14 лет. Отец ушел через полгода после смерти супруги. У него попросту закончились силы. Марина осталась одна со своей бабушкой. Других родственников не было. Девочка любила свою бабулю, которая была очень доброй и ласковой. И пожилая женщина души не чаяла в своей внучке. Но бабушка долго не прожила. Когда Марине было почти 18 лет, пожилая женщина умерла. Девушка осталась одна. Ей пришлось нелегко. Марина поступила в медицинский техникум. Она с трудом его окончила и сразу же стала подрабатывать. В больнице она встретила мужчину, от которого потеряла голову. Этот высокий, симпатичный парень вскружил ей голову. Молодой человек признавался ей в любви, обещал золотые горы, и Марина ему верила. Девушка его полюбила, а он просто хотел с ней близости. Ему удалось затащить ее в постель. Через некоторое время Марина узнала, что ждет ребенка. Она даже обрадовалась этому. Девушка рассказала обо всем своему молодому человеку. Она думала, что он предложит ей выйти за него замуж, они сыграют свадьбу, родится малыш, и у них будет полноценная семья. Но когда парень узнал о том, что Марина ждет ребенка, он лишь усмехнулся и сказал, что жениться на ней не собирается. Девушка была всего лишь очередным увлечением. Затем молодой человек исчез. Марина так переживала, что у нее случился выкидыш. Спустя время девушка думала, что возможно это было и к лучшему. Как бы она растила малыша одна? Ведь ей некому было помочь. Марина несколько месяцев приходила в себя, а затем пришла к выводу, что если будет горевать и дальше, это ни к чему хорошему не приведет. Она постепенно стала возвращаться к обычной жизни и к себе прежней, улыбаться окружающим и верить в хорошее. А затем она повстречала своего будущего супруга. Этот молодой человек абсолютно не был похож на ее прежнего мужчину, который лишь воспользовался ей. Он казался спокойным и воспитанным. Марина в него влюбилась. Однако на этот раз она не спешила сразу бросаться в его объятия. Но Саша не настаивал на близости. Он с нежностью относился к Марине. Когда они оказались в постели, девушка была к этому готова. Молодые люди встречались полгода, а затем Саша предложил Марине выйти за него замуж. И девушка с радостью согласилась. Спустя время она думала, что поспешила. Ей нужно было узнать Сашу получше, чтобы понять, что из себя представляет как человек. Но тогда Марина ни о чем таком не думала. Она радовалась, что повстречала того самого парня, который ее полюбил и захотел взять замуж. Но счастливой семейной жизни не получилось. После свадьбы Саша сразу же изменился. Раньше он казался добрым и спокойным молодым человеком. Но внезапно он превратился в настоящего зверя. Саша был настоящим агрессором. Он не разрешал Марине ничего делать без его согласия. Он постоянно проверял ее телефон, скандалил, если она хотя бы ненадолго задерживалась на работе. Саша стал поднимать на нее руку. Вначале он мог просто дать ей пощечину, а затем озверел и стал сильно ее избивать. Марина не знала, что ей делать. Она никому не рассказывала о рукоприкладстве Саши и скрывала синяки, замазывая их тональным кремом. Омолчала девушка потому, что ей некому было рассказать о своем несчастье. Родственников и близких подруг у нее не было. Защитить ее было некому. На всем белом свете у нее был только супруг, который сделал из ее жизни настоящий ад. А потом Саша перестал поднимать на нее руку. И это произошло потому, что Марина забеременела. За все 9 месяцев муж ни разу ее не ударил. Марина хотела верить, что у них все наладилось. Но, конечно же, это было не так. Марина просто хотела, чтобы у нее была полноценная семья, поэтому она закрывала глаза на выходки Саши. Делала она это напрасно. Ей нужно было уйти от мужа. Вот только куда? После рождения сына Кости супруг снова стал поднимать на нее руку. Марина пыталась наладить отношения с мужем ради ребенка. Саша был плохим мужем, но Марина не хотела, чтобы ее сын рос без отца. Косте Саша относился просто прекрасно. Агрессия была направлена только на супругу. Через полтора года после рождения сына Марина вновь забеременела. Побои прекратились на 9 месяцев. Когда родилась дочь Лиза, муж вновь стал поднимать руку на Марину. Однажды она не выдержала. Когда Саша сильно ее избил, молодая женщина позвонила в полицию. Она написала заявление на супруга. Зафиксировали побои, Сашу забрали. Состоялся суд и мужчину посадили на 3,5 года. После суда Марина подала на развод и уже через месяц вновь стала свободной женщиной. Однако теперь у нее было двое маленьких детей. Марина продала свою квартиру и переехала в другой город. Она не хотела, чтобы хоть что-то напоминало ей о бывшем супруге. И вот уже 8 лет Марина жила в другом городе. Она купила однокомнатную квартиру и пошла работать медсестрой в больницу. Костя и Лиза подрастали. У Марины больше не было отношений с мужчинами. Она боялась их как огня. Работа в больнице приносила ей небольшую зарплату. Марина еле-еле могла свести концы с концами. Денег постоянно не хватало. И поэтому Марине часто приходилось брать сверхурочную работу. Когда-то давно она мечтала о большой, крепкой семье, заботливом муже и счастливых детях. Однако у нее ничего не получилось. Да, у нее были Костя и Лиза, она очень хотела, чтобы в их жизни все было хорошо. Но она не сможет им ничего дать. А искать нового мужа Марина больше не хотела. Женщина очнулась от своих мыслей и посмотрела на часы. Пятнадцать минут прошли. Она так задумалась, что потеряла счет времени. Марине нужно было приниматься за работу. Сегодня женщина дежурила в реанимации. Работа была не очень сложной, но морально тяжелой. Приходилось видеть несчастных людей, которые были на волосок от смерти. Они ничего не говорили и не нужно было тратить свою энергию, общаясь с ними. Но на этих людей было больно смотреть, по крайней мере Марине. Другие ее медработники довольно безразлично относились к пациентам. Но Марина всегда переживала за больных и близко принимала к сердцу их тяжелое состояние. Просто она была очень жалостливым человеком. Через несколько минут Марина делала обход по палатам. Она довольно часто работала в реанимации. Но сегодня ей очень хотелось не видеть этих несчастных людей, которые находились между жизнью и смертью. Марина вошла в палату номер 320 и сделала все необходимое. Женщина работала на автомате. Нередко во время выполнения своих обязанностей Марина погружалась в свои мысли. Однако это никак не мешало женщине выполнять свою работу правильно. Марина собиралась уходить из палаты, но вдруг она что-то почувствовала. Женщина поняла, что происходит что-то необычное. Она остановилась возле двери. Марина стояла спиной к пациенту, задержав дыхание. Вдруг она услышала небольшой шум, но этого не может быть. В палате номер 320 находилась пожилая женщина, у которой была тяжелая форма пневмонии, а также дыхательная недостаточность. Несчастная женщина была без сознания и могла умереть в любой момент. Она изредка приходила в сознание, но потом снова отключалась. Марина еще мгновение постояла, а затем взялась за ручку двери. Тут она услышала женский голос и вздрогнула. Пожалуйста, не уходите, мне так тяжело в одиночестве, побудьте со мной хоть минуту, я боюсь оставаться одна. Марина с изумлением посмотрела на пожилую женщину. Вы пришли в себя? Как же хорошо, не переживайте, я сейчас же позову врача. Марина вновь взялась за ручку двери. Пожалуйста, не зовите врача, останьтесь, мне нужно вам кое-что сказать. Я очень вас прошу, выслушайте меня, молю вас. Марина подошла к пожилой женщине, она посмотрела свои записи. Пациентку звали Лариса Матвеевна. Марина посмотрела на нее и доброжелательно улыбнулась. Успокойтесь, не переживайте, все будет хорошо, я позову доктора, он вас осмотрит и все вам расскажет. Лариса Матвеевна с волнением сказала, не нужно доктора, во всяком случае пока не нужно, милая девушка, развяжите мне, пожалуйста, руки, они у меня затекли, мне очень некомфортно. Марина развязала Ларисе Матвеевне руки. Пожилая женщина пошевелила ими и облегченно вздохнула. На ее глаза навернулись слезы, она с признательностью взглянула на Марину. Спасибо вам огромное, хоть кто-то мне помог, мне некому оказать поддержку. Марина с недоумением взглянула на Ларису Матвеевну. «Но почему вы так считаете? Наверняка у вас есть родные, которые переживают за вас». Пожилая женщина отрицательно покачала головой и грустно сказала «Нет, милая, это совсем не так. Я очень поздно поняла, что меня окружают люди, которые ждут не дождутся моей смерти. Это так страшно». «О чем вы говорите?» изумленно спросила Марина. Но Лариса Матвеевна молчала. Она внимательно смотрела на молодую женщину. Вдруг в ее глазах появилась надежда. Она сказала «Я думаю, вы очень хороший человек. У вас добрый голос. Наверное, вы счастливы. Добрые люди должны быть счастливыми». Но Марина с горечью сказала «Нет, мою жизнь нельзя назвать счастливой. Лариса Матвеевна ответила «Очень жаль, что я ошиблась. Печально осознавать, что добрые люди вынуждены страдать. У вас настолько все плохо?» Марине хотелось сказать, что у нее все в порядке. Зачем она только завела этот разговор с пожилой женщиной, которая несколько дней была без сознания. Марине нужно было вызвать врача, но потом она посмотрела в глаза Ларисы Матвеевны. Марина почему-то подумала, что эта женщина ее поймет. «В моей жизни мало хорошего, только мои дети. Все остальное очень печально». Лариса Матвеевна с сочувствием взглянула на молодую женщину. Она спросила «Как вас зовут?» «Марина». «Мариночка, я тоже не могу назвать себя счастливым человеком. Мы с моим супругом были обеспеченными людьми. Я любила его до конца его жизни. Мой муж Григорий умер несколько лет назад. Я и сейчас его люблю. Когда я была молодой, я совершила страшную ошибку, которая мучает меня до сих пор. И вот теперь я узнала, что впереди меня ждет страшное. Одни нехорошие люди считают, что могут решать за меня мою судьбу. Мне страшно осознавать, что никто за меня не заступится. Я вдруг поняла то, что за свою жизнь я не сделала ничего хорошего. Я жила в свое удовольствие, но скоро меня не станет. И мне так жутко от этого. Марина нахмурила брови. Молодая женщина посмотрела на дверь, а потом вновь повернулась к Ларисе Матвеевне. Медсестра понимала, что ей необходимо срочно позвать врача и заняться своей работой. Однако эта пожилая женщина ее заворожила. «А что у вас случилось?» спросила Марина. Лариса Матвеевна грустно взглянула на нее и вздохнула. Она рассказала медсестре, что слышала разговор своих племянников с доктором. Она отчетливо понимала каждое их слово. Когда Лариса Матвеевна обо всем рассказала Марине, у нее как будто свалился камень с души. Пожилая женщина надеялась, что Марина не посчитает ее сумасшедшей. Но ведь медсестра может решить, что все это женщине показалось. Лариса Матвеевна ведь лежала без сознания. Этот разговор ее племянников с лечащим врачом мог быть галлюцинацией. Скорее всего, Марина так и подумает. Однако пожилой женщине все равно стало легче, когда она поделилась с медсестрой своими страхами. Но Марина поверила всему, что рассказала Лариса Матвеевна. Какой ужас! Что же это такое? Я никогда не сталкивалась с подобным. В реанимацию попадают разные люди, и всегда у них есть близкие люди, которые за них переживают. Что же это за нелюди такие? Мариночка, что же я могу поделать? Я ведь беспомощна. Мне остается только смириться, что скоро я умру. Но медсестра замотала головой. Лариса Матвеевна, вы не должны опускать руки. Мы должны действовать. Вы расскажете обо всем полицейским. Вам следует дать показания. Марина, кто же мне поверит. Я нахожусь в реанимации и была без сознания долгое время. Мои племянники ни в чем не сознаются, а доктор скажет, что я брежу. Мне никто не поверит. Все равно мои родственники воплотят свой страшный план в жизнь. Медсестра задумалась. Она смотрела на Ларису Матвеевну и на ее лице читались разные эмоции. Сожаление, боль, злость и решимость. Марина взяла пожилую женщину за руку и произнесла, «Я ни за что не позволю вас убить. Ведь никто не вправе отнимать у другого человека жизнь. Вы находитесь в больнице. Здесь должны спасать людей, а не убивать. Я не могу позволить вашим родственникам совершить такое страшное преступление. Я никогда не смогу простить себе этого. Я вам обязательно помогу». Действительно, вашим словам могут не поверить. Однако, если будут доказательства разговора, то это меняет дело. Глаза Ларисы Матвеевны засветились надеждой. «Марина, но где же взять эти доказательства? Ведь разговор уже состоялся. Мы же не можем вернуться в прошлое. Все уже произошло и нет никаких доказательств этого страшного разговора». Марина улыбнулась и ответила. Доказательств на самом деле нет. Но мне пришла в голову одна идея. «Я думаю, что у меня все получится». «Мариночка, какая идея?» спросила Лариса Матвеевна с надеждой. Медсестра ответила «Нет». «Я не скажу вам. Это всего лишь задумка. Если все получится, вы будете вне опасности. Ну, а если не получится, то меня просто уволят. Но это не страшно. Я найду себе другую работу. Но я не могу позволить лишить жизни невинного человека». «Лариса Матвеевна, отдыхайте и не нервничайте. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы спасти вам жизнь». «Мариночка, спасибо тебе большое», тихо сказала Лариса Матвеевна. Медсестра улыбнулась и кивнула пожилой женщине головой. Потом она приложила указательный палец губам, имея в виду, чтобы Лариса Матвеевна вела себя палаты номер 320. Ее лицо было очень серьезным. Ей действительно пришла в голову одна идея, и молодая женщина очень надеялась, что все получится. Марина довольно хорошо знала Олега Борисовича и что этот мужчина представляет из себя как человек. Между Мариной и Олегом Борисовичем были хорошие отношения. Марина знала, что Олег Борисович очень жадный человек. Конечно, в открытую он не родственников, однако врач не отказывался от подарков и всегда принимал их с радостью. Когда Марина устроилась в эту больницу, Олег Борисович даже пытался за ней ухаживать, но когда мужчина узнал, что у нее двое детей, он перестал это делать. Но Олег Борисович иногда угощал Марину шоколадками, пару раз даже давал немного денег, когда получал щедрое вознаграждение от родственников пациентов. Когда Марина узнала, что Олег Борисович задумал совершить страшное преступление, она в нем разочаровалась. Хотя в обычной ситуации это было подло, медсестра решила воспользоваться тем, что доктор хорошо к ней относится. Марина очень надеялась, что ее план сработает. Когда медсестра закончила обход, она зашла в Сестринскую, собралась с силами и направилась в кабинет Олега Борисовича. Марина постучала в дверь и услышала голос врача. Войдите. Медсестра сделала страдальческое лицо и вошла в кабинет. Олег Борисович, я сделал обход всех палат, все в порядке. Есть ли у вас особое распоряжение? Врач обрадовался, когда увидел Марину. Она им очень нравилась. Он сильно расстроился, когда узнал, что у медсестры есть двое детей. Если бы не этот факт, то он бы начал за ней ухаживать. Но чужие дети ему были не нужны. Олег Борисович внимательно посмотрел на Марину и нахмурился. Особых распоряжений у меня нет. Марина, а что у тебя стряслось? Ты вошла с таким лицом, как будто у тебя серьезные неприятности. Медсестра с радостью поняла, что пока все идет так, как нужно. Олег Борисович, я не хочу нагружать вас своими неприятностями. Врач вдруг понял, что может стать героем для Марины, если чем-то ей поможет. У него сегодня было прекрасное настроение, и Олег Борисович решил показать, какой он хороший мужчина. Конечно, дети были помехой для более глобальных планов, но он был бы рад и ни к чему не обязывающим отношениям с Мариной. Если он поможет ей, может быть, медсестра согласится на что-то большее, Олега Борисовича вполне удовлетворила бы встреча в интимной обстановке. «Марина, ты должна мне все рассказать. Ты же прекрасно знаешь мое отношение к тебе. Меня всегда расстраивает твое плохое настроение. Расскажи мне, что у тебя случилось. Возможно, я смогу тебе помочь. Во всяком случае, я постараюсь сделать все, что могу», многозначительно сказал Олег Борисович. Медсестра напряглась и положила руку на карман, в котором лежал ее смартфон. Потом она расслабилась, взглянула на Олега Борисовича и произнесла «Я устала. В последнее время мне очень тяжело. Дети растут и растут их потребности. Денег не хватает, мне приходится брать дополнительные смены, чтобы получать зарплату побольше. У меня нет близких людей, которые могли бы мне помочь. Все это так ужасно. Чем вы можете помочь мне, если только предложите какую-то работу? Мне нужны дополнительные деньги, но разве это возможно? Нет, вы не можете мне помочь». Олег Борисович напрягся. Было заметно, что он размышляет о чем-то важном. «Извините меня, что я сказала вам все это, но мне кажется, что вы для меня самый близкий человек в больнице». Марина помолчала, а затем продолжила. «Какие глупости, я говорю, вам наверняка неприятно меня слушать, но мне некому, кроме вас, рассказать о своих проблемах. Никто не поймет меня, а вот вы меня всегда понимали. Вот я выговорилась вам, и мне полегчало. извините, пойду работать, не хочу больше вас отвлекать, я же вам говорила, что вы не в силах мне помочь». Марина печально вздохнула и медленно направилась к двери. Она мысленно все время повторяла одно слово. «Пожалуйста». И чудо произошло. Когда Марина дошла до двери, Олег Борисович ее остановил. «Подожди, не уходи. Мне нужно с тобой поговорить. Подойди ко мне». Медсестра затрепетала. Ей стало не по себе, но она тут же взяла себя в руки. Она должна быть сильной и решительной. Марина развернулась и подошла к столу Олега Борисовича. Мужчина предложил ей присесть на стул. Врач посмотрел в глаза молодой женщине и тихо сказал. «Марина, я могу помочь тебе, и я очень хочу это сделать. Я надеюсь, что взамен я могу рассчитывать на что-то с твоей стороны». Марина поняла, что он имеет в виду. Конечно же, он намекает на близость, но медсестра не стала концентрировать на этом внимании. Ей необходимо было довести дело до конца. «Но как вы можете мне помочь? Я сделаю все, что скажете. Что мне нужно будет делать? Я согласна на все, хоть на преступление. Теперь вы понимаете, как мне нужны деньги?» Олег Борисович улыбнулся. «Ну что же, я расскажу, что от тебя требуется. Если ты сделаешь все, как нужно, то получишь хорошее вознаграждение, ты останешься довольна. Сумма достаточно большая для тебя». И Олег Борисович во всех подробностях рассказал Марине, что ей необходимо сделать. Да, он поведал ей о том преступлении, которое он хотел совершить по просьбе племянников Ларисы Матвеевны. Врач сказал, что Марина должна сделать укол пациентке с лекарством, которое ей не подходит. Она должна убить пожилую женщину. Олег Борисович заверил медсестру, что никто ничего не узнает. Лариса Матвеевна находилась в тяжелом состоянии. У нее была дыхательная недостаточность. При таком диагнозе даже вскрытие проводиться не будет. Олег Борисович обещал, что все устроит. Пожилая женщина умрет, врач получит вознаграждение от ее племянников, а затем он щедро отблагодарит Марину и всем будет хорошо. Медсестра сделала вид, что согласна на все. Марина даже изобразила радость на лице и сказала Олегу Борисовичу, что окажет ему помощь в этом деле. Потом молодая женщина сказала врачу, что ей необходимо работать. Она вышла из кабинета, заверив мужчину, что заглянет к нему в кабинет в конце рабочего дня, для того, чтобы обсудить все детали. Марина побежала в Сестринскую. Там она воткнула наушники в свой смартфон и прослушала разговор с Олегом Борисовичем. Да, она смогла сделать запись. И хотя смартфон был достаточно старый, запись получилась хорошего качества. Было слышно каждое слово. Марина радовалась, что сумела воплотить свой замысел в жизнь. Все получилось как нельзя лучше. Марина отнесла запись в полицию. Началось разбирательство, у Ларисы Матвеевны взяли показания. Пожилая женщина подробно рассказала все, что слышала у себя в палате. Лариса Матвеевна предъявила обвинение Олегу Борисовичу, Оксане, Максиму и Лене в том, что они планировали ее убийство. Полиция ей поверила, тем более, что имелась телефонная запись, которую сделала Марина. Олега Борисовича и родственников Ларисы Матвеевны забрали в участок. После этого был суд, по результатам которого вынесли приговор всем виновным. Олег Борисович, Оксана и ее дети получили срок. Лариса Матвеевна не хотела знать, сколько именно дали каждому из преступников. Она чуть не лишилась жизни из-за них и только благодаря Марине она смогла избежать страшной смерти. Лариса Матвеевна выздоровела. Через 15 дней ее выписали из больницы. Когда пожилая женщина вернулась домой, она переделала завещание. Она вычеркнула из него Оксану, Максима и Лену. Она вписала в него новую фамилию. Женщина оставляла все имущество одному человеку, который спас ей жизнь. Когда прошел суд, Лариса Матвеевна назначила встречу Марине. Она хотела встретиться с медсестрой в ресторане, чтобы угостить ее шикарным обедом. Однако Марина женщина стыдилась сказать Ларисе Матвеевне, что у нее нет подходящей одежды для ресторана. И тогда пожилая женщина пригласила Марину к себе. Когда медсестра пришла к Ларисе Матвеевне, та поведала ей о том, что написала завещание в пользу Марины и ее детей. Медсестра была шокирована этой новостью. Она не могла понять, почему Лариса Матвеевна так поступила. Молодая женщина расплакалась и сказала, что не заслуживает такого щедрого подарка. Марина отказывалась его принимать и пригрозила Ларисе Матвеевне, что не будет с ней общаться, если та не изменит свое решение. Но старушка была непреклонна. Она твердо заявила, что все равно все имущество перейдет в Марине. А уж тогда пусть она сама решает, как им распоряжаться. Если захочет отказаться, что ж, так тому и быть. Однако затем Лариса Матвеевна завела разговор про детей Марины. Она убеждала медсестру, что ей необходимо подумать об их будущем. Теперь у нее появилась возможность их обеспечить, и она не должна ее упускать. Марина разрыдалась. Женщины еще долго разговаривали. Медсестра пыталась объяснить Ларисе Матвеевне, что не заслужила подарка, но пожилая женщина говорила, что подарка не заслужили ее подлые родственники, а вот Марина заслужила. Пролетел один год. Лариса Матвеевна была счастлива. В ее квартире стало шумно. Марина, Костя и Лиза переехали к ней. Дети Марины стали для Ларисы Матвеевны любимыми внуками. Женщина не могла нарадоваться, что теперь у нее появилась настоящая семья. Марина тоже была искренне рада. У нее появился близкий человек. Лариса Матвеевна стала для нее как мама, которая ей так не доставала. Марина была счастлива. Конечно, молодая женщина все так же считала, что недостойна всего этого. Однако Лариса Матвеевна говорила, что относится к ней как к родной дочери и что она проведет последние годы своей жизни с людьми, которые по-настоящему ее любят. Пожилая женщина каждый день благодарила Бога, что наконец-то почувствовала себя счастливой. субтитры субтитры субтитры